Но в скидочку это мой препод, ей 24, как ходит слушок, мне 18. Что? Что? Это пи***ц, это реально пи***ц. Что творим, бро? Меня зовут Сергей, он из-за бро. Сразу же, просто, сразу же, бери и подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супри-банду. Ведь предодримый супри-банда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами, так что подписывайся на мой канал, чтобы быть в моей крутой супри-банде. И бро, то, что сейчас происходит, это просто полнейшая жесть. Сейчас вечер, почти ночь, и я решил написать своему преподу, узнать свою оценку за контрольную работу. Ведь я надеялся, что она проверит и ответит мне в инсте в директе, ведь она не совсем-то и древняя, как бы, ей всего 24, она совсем недавно к нам пришла, где-то неделю назад, и я решил ей написать и узнать свою оценку за контрольную работу. И, блин, бро, я переписывался с ней, и что-то явно идёт не так. Поверьте, она к чему-то не тому клонит. Как только я эту заметил, сразу же решил включить камеру и снять видео, потому что кто знает, что у неё в голове, и кто знает, что она мне будет дальше писать. Сейчас я всё это прочитаю, и уже вместе с вами я буду ей отписывать. Итак, банда, это просто жесть, я сам зачитаю начало нашей переписки, чтобы вы убедились, насколько это всё тупо там звучит. Я напомню вам, это мой препод, ей 24 года, она девушка, она недавно только закончила институт и пришла к нам уже работать. И я решил ей написать, чтобы узнать свою оценку за контрольную работу. Итак, наша переписка началась крайне, чем обычно. Я ей написал «Добрый вечер», всего-то поздоровался. Она мне ответила «Добрый», причём с таким воскресательным знаком, типа «Добрый». Дальше я пишу «Я бы хотел узнать свою оценку за контрольную работу». После чего она у меня спросила «А ты кто?». И, естественно, бы она меня не узнала, потому что она совсем недавно устроилась на работу. Дальше я пишу «Кто я?» «Сергея Ионя сегодня же писали контрольную работу». «А, точно, просто не узнала, ещё не привыкла к вам». В общем, как я и говорил, она нас ещё просто не запомнила. После я ей пишу «Бывает, так чё по контрольной работе?». И тут она мне пишет «Ну, Серёж, у тебя всё плохо, у тебя три». И я просто понять не могу, блин, как три? В смысле три? Я же нормально как бы знаю её предмет. Чё? Я, конечно же, удивлён, началась строчить «В смысле?». А как мне на сессию теперь попасть? И как три? Я же вроде всё правильно писал. Вы точно мою работу проверили? Дело в том, что я очень сильно начал забывать на учёбу в связи с блокингом. И, естественно, мои оценки пошли на спад. Если бы у меня была тройка за эту контрольную работу, я бы не прошёл на сессию. И мне нужно было написать на четыре. И, блин, я уверен, что я её написал на четыре. На твёрдую четвёрочку. После чего она мне написала «Ну, вот так вот, видимо, ты неправильно думал». Да, точно твою. Сейчас же на неё смотрю. Блин, у меня реально паника, потому что я не знаю, что это. Как так? Меня просто не допустят, я не получаю образования. И после чего я решил у неё спросить, могу ли я как-то пересдать эту контрольную работу? Я могу её как-то пересдать. Если будет тренер, я попаду на сессию. И дальше она мне пишет «Ну, ты можешь пересдать, смотря как ты постараешься. Перед тем, как включить камеру, я эту последнюю, что я отписал. В смысле, вы о чём сейчас? И я уже понимал, что сейчас что-то будет не так с этим. Потому что мне на эту чуйка, я всегда ищу проблемы, я их нахожу. Даркнет, блин, мне помощь. И вот уже, это я уже не видел, то, что она мне сейчас написала. Хотя по твоему видео не скажешь, что у тебя есть деньги. А, чё? Я как бы всё время одеваюсь так. Supreme, Off-White, Gucci. Чё? Окей, давайте ей напишем. Ну, как бы есть. И дальше я нашёл какую-то фотку с интернета и решил ей скинуть. Вы, наверное, сейчас видите где-то здесь. Да? Если надо, я могу заплатить за оценку. Окей, ждём, пока она ответит. Да, она довольно быстро прочитала. Это твои или у родителей взял? Разве блогеры берут деньги у родителей? Камон, мои. И воскрызательный знак. Так. Хм. А откуда у тебя такие деньги? Так, стоп. Что? Разве это должно волновать учительницу? Как бы мы вроде бы с ней договаривались о том, чтобы я ей заплатил за оценку. Потому что я, блин, готовый это сделать. Я реально хочу высшее образование, блин. Вот, вот реально, я не понимаю, какая разница, ли это у моих деньги, ли это у моих родителей. Ну так, на скидочку, это вообще ничи, я просто взял картинку из интернета. Так, что она писала? Ну, просто интересно стало. Что? Что-то я не рублю, к чему она клонит. Так, мне нужно заплатить за оценку. Вот сейчас я вообще особо не понимаю, что происходит. Потому что она как-то странно реагирует на всё это. Серёж, а может встретимся? Что? What the fuck? Вы понимаете, что происходит? Я ей скидаю фотку с интернета с деньгами, а она уже мне предлагает встретиться. На скидочку, это мой препод. Ей 24, как ходит слушок, мне 18. Что? Зачем это? Погуляем. А ничего, что вы старше меня. Я реально не понимаю. Камон. Я никогда не сталкиваюсь с тем, чтобы девушки так продавались, если это можно так назвать. Типа, она только увидела фотографию денег, и всё. Можно сказать, она уже поплывла. Но мне всего 24, ты уже считаешь, что я старая? Нет, возможно, она не старая, но для меня уже немного всё-таки старовато. Как бы, 6 лет разницы. Не старая, но для меня немного. У вас что, нету парня? По-моему, у неё есть парень, потому что сегодня я как-то краем глаза увидел, что её кто-то забирал, кто-то обнял, поцеловал. И они вместе сели в Геликваген. Геликваген, камон. Кто вас забирал сегодня на Гелике? Ох, чё-то она уже как-то долговато на это отвечает. А, это мой брат. Блин, она даже в переписке заикается, не может сказать, нормально придумать. Ну да, с братом при встрече чмокаются в губы. А может, ты мне заплатишь за мои... Что? А может, ты мне заплатишь за мои интересные фото? Что? Какие ещё фото? Есть ли она о тех фотографиях, о которых я сейчас думаю? Это пиздец. Это реально пиздец. Банда? Это просто пиздец. Блин, она не отвечает, она только прочитала и всё. Окей, давайте подождём. Мало ли. А тем временем, банда, пока я жду, что меня она напишет на эту, какие ещё фотографии, о чём она вообще поставила, для тебя-то всего-то каких-то две секунды. И подпишись на канал, бро. Ну реально, Супримбанда тебя ждёт. Чё ты как лох не в Супримбанде? Для того, чтобы вступить в мою Супримбанду, тебе нужно нажать на лайк колокольчик, и всё, ты уже в банде. Как видишь, у меня даже кроссовки есть Супримбанды. Так что, если ты не вступаешь в банду, ты даже ниже моей стопы. Вот такие вот дела, бро. Так, она нам что-то... Что?! Она мне скинула свою фотку и написала вот так... Чего?! Чё за фигня?! Как... Чего?! Вы, блин, серьёзно?! Она... Она просто так жёстко повелась всего лишь на фотографию! Чё?! Камон, тут либо она просекла, что я ношу брендовые вещи, и понимает, что есть деньги, и именно поэтому она поверила в то, что это фотография моих денег, на самом деле нет. Или же она настолько тупая, что поверила просто в обычную фотографию, потому что ранее она говорила, что по мне не сказали, что у меня есть деньги. Ну, типа, всё-таки уличный бренд, там, все дела, они как бы выглядят с улицы. Тебе что, не понравилось? Да зачем это делать?! Камон! Она только пришла в учебное заведение и ужас... ЧЕГО?! Блин, я не верю просто в это! Я просто хочу тебе понравиться! Нет, спасибо! Такими способами, что ты мне точно не понравишься! Камон, если меня смотрят девочки, и я уверен, что в Супримбанде есть девочки, не нужно такого делать, потому что это пи***ец. Это реально, это просто... Это упасть ниже не знаю куда. Лучше тебе заплатить за это фото 100 долларов, иначе у тебя будут проблемы. Камон, сейчас диктать фотки и говорить, что будут проблемы! Удачи! Мне пофиг! Всё! На этом всё, я не буду больше с ней переписываться! Камон, с ней всё ясно! Серёж, прости, только никому не показывай, иначе меня выгонят. О чём ты говоришь, женщина? Вы начали так писать после того, как узнали, что у меня есть деньги. До того, пока я не склоню фотографии, денег их было всё равно. Идиот! Она меня заблочила. Офигеть! Как хорошо, что я снимаю эту переписку! У меня нету вообще профиля, и больше никаких переписок с ней! Она тупо меня блокнула! Серьёзно, сейчас бы кидать фотку обнажённого своего тела парня, которого ты знаешь всего вечера, и потом блокать! Серьёзно! Не, банда, за такое видео вы точно должны поставить лайк! Просто... Просто что?! Камон, препод, который пришёл всего к нам неделю назад, уже готовый за мои деньги скидать мне фотографии обнажённого своего тела, хотя я даже этого не просил! Что?! А чё... Чё происходит с этим миром?! Вы серьёзно?! Я, блин, лучше никогда не женющим, и мне будет такая девушка! Блин, банда, сейчас просто в таком шоке! Препод! Препод! Не какая-то там девка с ПТУ! Препод! Кидать свои фотографии за деньги! Не знаю, это просто фейспаун! Ах... Окей, она вот такой вот... Для кого-то печальный, а для кого-то хорошей ноти мы заканчиваем это видео! На этом всё, бро! С тобой был сергионис, и бро! Сразу же, просто сразу же, бери подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою соприм-банду! Ведь перед этим временем соприм-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал! Чтобы вступить в мою соприм-банду! Давай, просто нажми на подписаться! О, молодец, 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 бро! Вот я тебя и вытащил, теперь ты с нами! Над всеми! Что ж, брат, также не забывай поставить лайк под это видео, и тебе тут всего-то какие-то 2 секунды! А мне очень приятно! И, бро, не забывай также подписываться на мой инстаграм! Ссылка в описании или же на экране! Осталось специально для тебя! Ведь там выходят очень страшные и крутые фотографии! Но если ты боишься, бро, то просто пиши мне в директ, и я отвечу именно тебе! Да-да, бро, из всех тысяч человек я отвечу именно тебе! Потому что я отвечаю всем своим, бро! Эй, бро, вот-вот, комменты из-под прошлого видео! Господи, ты же отлично, какие они шикарные! Если бы эти комменты были в реальной жизни, я бы их просто все обнял! Эй, бро, не расстраивайся! Вы тут тоже можете последующее видео! Всего то, что тебе нужно, это нажать на лайк, колокольчик, а затем просто оставить свой комментарий, и всё, бро, ты уже в следующем видео! Но для этого тебе нужна на лайк, колокольчик, ведь я проверю, если не будет лайка, колокольчик, то ты не попадешь в следующее видео! И такой вот билет ко мне в видео! Как видишь, бро, ребята, из Супримбанды попали! Так что и ты можешь в следующее видео! Лайк, колокольчик, коммент, и ты уже в видео! А на этом всё, бро, оставайся таким же шикарным! Пока!